Детали сделки глава Минпромышленности. Канад Шарлопаев прокомментировал нашему телеканалу все подробности в эксклюзивном интервью. Здравствуйте, Канад Бесимбаевич. На каких условиях предприятие Арселор Миттер было передано в собственность государства? Какая сумма и выплатили ли уже все средства бывшему собственнику? Сумма сделки составила 286 миллионов долларов. И все расчеты по сделке были завершены. То есть это подразумевает перед собой оплату денежных средств и перевод акций Арселор Миттер Тимиртау в собственность Казахстанского государственного фонда. Первоначальная сумма была 3,5 миллиарда долларов. Удалось снизить ее до 286 миллионов. Как это произошло? Почему такую большую сумму снизили? В первую очередь это связано с той работой в рамках переговорного процесса, которая была проведена. Мы провели финансовый аудит, технический аудит. Мы очень внимательно делали анализ рынка, на котором работает Арселор Миттер Тимиртау. И по итогам переговоров достаточно длительных, 11 раундов переговоров было проведено за последнее время, мы пришли к этой цене. То есть в данном случае это результат двух вещей. Это глубокая аналитическая работа, которая была проведена в рамках подготовки к переговорам. И второе это сам переговорный процесс. Какую ключевую роль предприятие играет для экономики Казахстана? И вы еще упоминали, что это является самым крупным предприятием в Центральной Азии. Во-первых, это городообразующее предприятие города Тимиртау. В городе Тимиртау живет 180 тысяч человек. На самом предприятии сейчас работает 32 тысячи человек. То есть в совокупности это очень значимый работодатель в Карагандинской области. Но помимо этого, любое предприятие, в котором работает 32 тысячи прямых сотрудников, также еще обеспечивает работой людей, которые поставляют оборудование, возможно, занимаются другими поддерживающими услугами на этом предприятии. То есть мы можем очень легко говорить, что одно прямое рабочее место создает три рабочих места. То есть мы говорим о порядка 100 тысяч человек, чья экономическая жизнь зависит от способности этого предприятия работать. В этом плане, с точки зрения социального эффекта на регион, это огромное предприятие, конечно, с учетом такого количества сотрудников. Но еще немного важное другое. Это полностью стопроцентно интегрированный производитель стали. То есть это предприятие, которое на текущий момент производит порядка 3,2 миллионов тонн стали. И производственная мощность его на данный момент составляет до 4 миллионов тонн стали. То есть такого размера производителей действительно в Центральной Азии нет. Сегодня на брифинге вы сказали, что Казахстану удалось заключить соглашение о судебном непреследовании, не предъявлять претензии в нашу сторону. Как этого соглашения удалось достичь? Потому что я знаю, что, например, Франция и Италия тоже хотели этого достичь, но им это не удалось. И из-за судебных издержек у них предприятия закрылись. Ну, действительно такая практика существует. На самом деле все достаточно просто. Если государство каким-то образом, например, нарушит права инвестора и что-то у него заберет без его согласия, то тогда у инвестора просто есть право пойти и судиться в международных судах. И в этом плане Арселор Миттал действительно имеет достаточно устойчивую репутацию во всем мире, что он не боится разговаривать с правительством на языке судебных исков, скажем так. И в этом случае для нас было принципиально важно, что если мы заключаем сделку и право собственности на Арселор Миттал Тимиртау переходит в пользу Республики Казахстан, то это означает полный отказ от судебных преследований. Очень много кейсов международных, когда инвесторы иногда пользуются международной судебной системой и считают, что их международные права были нарушены и подают на нас в суды. И не только на Казахстан, но и на другие страны. И в этом плане вот то, что эта сделка позволила избежать для Казахстана длительных судебных разбирательств международных, это в первую очередь сэкономило нам деньги, потому что это очень дорого вести разбирательство международных судебных. А второе, это позволило Казахстану защитить его репутацию как страны, которая привлекательна для инвесторов. То есть никаких разбирательств между нами и Арселор Миттал больше не будет. Я хотел бы добавить, что это не только работа Министерства промышленности и строительства коллегии с Министерства юстиции, наши коллеги из Генеральной прокуратуры были очень сильно вовлечены в этот процесс. И таким образом мы обеспечили подписанную Арселор Митталом гарантию, что они не будут с нами судиться. Как вы думаете, почему они пошли на такой шаг? Ну, переговоры были такие. Они отстаивали свою позицию, мы отстаивали свою. И в итоге им пришлось с нами договариваться. Ну, вот, собственно говоря, все. Отлично. АМТ принял решение внести в фонд Казахстан Халкана 16 миллиардов тенге. Сумма не такая уж и маленькая. Как вы думаете, зачем им это нужно? Ну, позвольте вас поправить здесь. Во-первых, это внес не Арселор Миттал Тимиртау, не казахстанское предприятие. Это пожертвование было сделано головной компанией Арселор Миттал. Сумма пожертвования 16 миллиардов тенге. Вы совершенно правы. Это третье по размеру пожертвование за всю историю существования фонда Казахстан Халкана. Я думаю, что здесь сыграло несколько вещей. Но мы посчитали, что уходящему инвестору было бы правильно оставить за собой некий прощальный подарок на развитие региона и на развитие города Тимиртау. То есть вот эти средства, 16 миллиардов тенге, они пойдут 50% на социальные проекты в Карганинской области и 50% этих средств пойдет непосредственно в город Тимиртау. Здесь в данном случае важно отметить, что размер этого пожертвования тоже был частью переговорной позиции. И мы настаивали на том, чтобы инвестор не только вышел из этого актива, но еще и повел себя как социально ответственный инвестор и вложил денег в развитие региона. Спасибо, Канат Бесенбаевич, за продуктивную беседу. Желаем вам удачи в вашей дальнейшей работе. Спасибо.